Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Бои вокруг Авдеевки. Удалось ли восстановить электричество, обогреть местных жителей и снижается ли активность боевиков? От прииска до обыска полтонны янтаря, мотопомпы и оружие. Житомирский улов от генерального прокурора. Почем морковь для народа? Как платежки за отопление влияют на стоимость тарелки борща? Румынские волнения. Какие решения правительства вывели на улицы этой страны четверть миллиона человек? Снова грады, танки и минометы. Авдеевка проснулась под канонаду артиллерии боевиков. Есть разрушения в жилых кварталах. Тяжелую технику противник использовал и южнее, на Мариупольском направлении, а также в Луганской области. Об этом сообщают в штабе АТО. В самой же горячей точке Авдеевки сегодня снова пытались начать ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Все подробности узнаем у Ирины Баглай. Она на месте. Я привыкла за три года уже. Я сама родилась в войну. В 41-м году. И войну, наверное, убьют меня. 76-летнюю Валентину Петровну от разрыва ракеты «Град» уберегло то, что она утром во время артобстрела была в спальне. Сын как мог подлатал выбитые окна, разобрал груду мусора, в которую превратилась часть дома. Переезжать бабушке некуда, говорит сын в такой же ситуации. Я в церкви буду сказать, как лупят, лупят. Сегодня утром боевики, как по расписанию, снова открыли огонь пожилым кварталам Авдеевки. Целились уже ближе к новой части города. В этом доме еще вчера жила молодая семья с новорожденным сыном. Всего за день до очередной вражеской атаки решили переехать к родственникам. У нас двухмесячный ребенок. К счастью успел всех вывезти. Части забора нет и окон нет. Совсем выезжать из города не хотят. Антон работает на коксохимическом заводе. В 2015 году уже пережили подобное. Маленький ребенок. Что могло бы потолкнуть? До появления ребенка, конечно, все не так воспринималось. Сейчас и воспринимается по-другому, и обстановка чуть-чуть похуже, чем была даже в 2015 году. За утро боевики разрушили еще восемь домов. Жильцы этого давно выехали. За хозяйством присматривал сосед. Выжил чудом. Я думал, у меня полукрыща. Выскочил. Ну, посмотрите, как гирляндами дерево укрыто. Доска. 34 метра. И по двору разбросано. И по крыше. Просто интуиция сработала. Сильный обстрел был. Я думаю, подожду. Может, прикричать надо было, еще в магазин за хлебом сходить. Думаю, покормлю. И тут только я надумал, как бахнет. Откуда бьют боевики, видно по воронкам и остаткам вражеских снарядов. Арта работает в основном от Донецка из самого города. Прикрывающись населенными пунктами, девятиэтажками и так далее. И плюс лесоновато. Днем в Авдеевке относительно тихо бои идут на передовой. То, что касается артиллерии, да, есть минометы. Работают 120-е. И работает артиллерия. С утра работали грады. Соответственно. Ну, сейчас есть определенный участок, где сейчас пытаемся более-менее придерживаться тишины. Температура воздуха в домах в пределах 20 градусов. Воду дают по часам в палаточном городке очереди с самого утра. За гуманитарной помощью и горячей едой. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Обострение ситуации в Авдеевке сегодня на повестке дня Совета безопасности ООН. Заседание в открытом режиме начнется в 22 часа по Киеву. Об эскалации конфликта на Донбассе Петр Порошенко уже проинформировал президентов Болгарии и Словакии. В ходе телефонных переговоров глава государства заявил о том, что мир должен активнее оказывать давление на Россию, чтобы прекратить огонь. Президент подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС до полного выполнения Кремлем взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса. Президенты Болгарии и Словакии выразили поддержку Украине и отметили важность немедленного прекращения огня. Прекратить насилие на востоке Украины призвал Россию и Дональд Туск. Председатель Европейского совета настаивает на соблюдении режима тишины и обращается к Москве с просьбой использовать свое влияние на боевиков, чтобы прекратить эскалацию конфликта. Накануне с таким же призывом к России обратился и глава НАТО Йенс Столтенберг. Ситуация на востоке Украины остается в центре внимания Европейского Союза. Мы снова стали свидетелями резкой эскалации насилия. И это напоминает нам о вызовах, которые ставит перед нами агрессия России на востоке Украины, препятствуя выполнению минских соглашений. Бои должны прекратиться немедленно. О критической ситуации в Авдеевке говорили сегодня и в Страсбурге. На заседании Совета Европы выступил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. В своем докладе он обратил внимание на катастрофическую гуманитарную ситуацию в Авдеевке. В частности, на нарушение энергоснабжения. По его словам, полторы тысячи школьников этого города из-за военных действий не смогут продолжить учебный процесс. Зубко также заявил о невозможности внедрения реформы децентрализации на оккупированных территориях. Мы хотим донести, что сегодня нам важно, чтобы сегодня была прекратена військовая агрессия на сходе Украины. Мы могли впровадживать реформу по всей территории. Я считаю, что сегодня будь-який маленький украинец, который практически чувствует військовую агрессию или не имеет возможности, так сказать, научиться, это очень против будущего поколения украинцев. Будапешт заинтересован в стабильности ситуации в Украине и добиться этого можно только учитывая выполнение минских договоренностей. По-другому невозможно. Такое мнение сегодня выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с российским президентом в Будапеште. Лидеры, в частности, обсуждали ситуацию в Украине. Орбан подчеркнул, что, по его мнению, иного выхода из конфликта, кроме минских соглашений, не существует. Неизвестные в камуфляже и с оружием в руках перекрыли железнодорожный переезд в районе Бахмута Донецкой области. Полицию подняли по тревоге. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник местного управления нацполиции Вячеслав Оброскин. Речь идет о так называемой акции блокада торговли с оккупантами. Активисты и ветераны уже неделю блокируют железную дорогу в Луганской области. О расширении масштабов этой акции они заявили еще 28 января. Однако полиция Донецкой области, начальник которой действия активистов назвал деструктивными и дестабилизирующими и без того непростую ситуацию, не смогла предотвратить эту блокаду и лишь теперь в районе Бахмута перешли на усиленный режим несения службы. Не особо спешат правоохранители расследовать громкие дела, связанные с медиа. К примеру, по делу о поджоге службы новостей телеканала Интер спустя полгода даже не назвали подозреваемых. Нет прорыва и в расследовании жестокого убийства журналиста Павла Шеремеда в конце, в июле 2016 года. Хотя в прошлый четверг министр внутренних дел Арсен Аваков, как всегда у себя в Фейсбуке, обещал, что на этой неделе следователи расскажут о новых деталях дела. Но и здесь ничего. Зато в борьбе со СМИ МВД проявляет себя активнее. Сотрудники интернет-издания страна Юэй жалуются на то, что их даже обвинили в подготовке покушения на советника Авакова Антона Геращенко. Ухудшение ситуации со свободой слова в Украине отметили и в международном ежегодном рейтинге Freedom House. Об угрозе расправы со стороны людей Авакова сегодня заявил и народный депутат Сергей Каплин. Он проведал в больнице николаевского бизнесмена, на которого накануне было совершено покушение. Я напомню, в Николаеве неизвестный совершил покушение на владельца бюро ритуальных услуг Дмитрия Макса. Мужчине несколько раз выстрелили в голову из травматического пистолета. Бизнесмен выжил и он находится в палате под круглосуточной охраной полиции. Дмитрий Макс активист социал-демократической партии. Сергей Каплин заявил, что за последние полгода это уже третий случай нападения в Николаеве на активистов, которые защищали интересы работников одного из заводов. В этом году нам удалось остановить ограбление завода имени 61-го коммунара. Мы выбили фактически оттуда руководство, которое крышевало банду, которое резало этот завод. И было связано непосредственно с Аваковым и Пашинским. На наших ребят напали. Это не первое преступление, не первое покушение. Но я знаю точно, что ни меня, ни нашу команду, никого из нас невозможно остановить даже под угрозой расправы. Под охраной находятся дома и палата. Мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Астрономическая взятка. 820 тысяч гривен. СБУ на горячем поймало еще одного подчиненного главы МВД, чиновника областного управления ГСЧС в Черкассах. Полковник требовал у предпринимателя почти миллион за посреднические услуги. Обещал согласовать с правоохранительными структурами беспрепятственную перевозку партии сельхозпродукции без оформления документов. Всю сумму он получил сегодня в одном из офисных центров, где, собственно, полковника и задержали. Оперативники затримали коррупционера именно в период получения денег. Сейчас открыто криминальное проведение за частью 300-ти 368 Криминального кодекса Украины. А также продолжают оперативные следственные действия для установления возможных причем других людей к коррупционным действиям. Дело на миллиард под вопросом. Сделкой Авакова о приобретении для нацполиции японских внедорожников на круглую сумму заинтересовались детективы НАБУ. Об этом сообщают в украинском офисе организации Transparency International. Предварительно дело расследуют по статье «Злоупотребление служебным положением». В НАБУ подозревают, что тендер на закупку был проведен нечестно, что привело к отсутствию конкуренции и, как следствие, завышенной цене на внедорожники. Напомню, о коррупционной составляющей в сделке Авакова неоднократно выходили материалы в выпусках подробностей. Взяток не брал и уходить с должности не собирается. Так глава Укрзалезницы Войцех Балчун прокомментировал слова министра инфраструктуры Владимира Амеляна о том, что в результате конфликта кто-то из них уйдет. Дескать, будет либо новый министр, либо новый глава компании. И вот что ответил Балчун на вопрос о том, собирается ли он в отставку. Я работаю и выполняю свои обязанности. В моем случае есть два варианта. Правительство всегда меня может уволить с работы, даже во время действия контракта. И также я могу разорвать этот контракт. Напомню, скандал разгорелся на минувшей неделе на заседании правительства. Кабмин объявил о намерении переподчинить себе железные дороги в обход профильного министра. Тот затеял публичную ссору. В итоге премьер Владимир Гройсман назвал этот конфликт игрой в песочнице и призвал создать независимый наблюдательный совет Укрзалезницы. После кровавых разборок в Олевске Житобирской области прошла первая волна обысков. Об этом на своей странице в фейсбук написал генпрокурор. Изъято более полутонны янтаря, сообщил Юрий Луценко. Более 20 обысков провели у организаторов янтарного бизнеса и представителей уголовного мира. Помимо незаконно добытого янтаря изъяли более 50 килограммов кварца, черную бухгалтерию, две мотопомпы и оружие. Напомню, месяц назад в центре города произошла перестрелка между местными жителями и приезжими из Львовской области. Один погиб, еще один умер в больнице, пятеро были ранены. Пострадал и Виталий по кличке Тюрьма. В полиции говорят, что именно он является организатором этих разборок. Предварительная версия полиции бытовой конфликт, но местные жители в это не верят. Многие убеждены, что гастролеры из Львовской области, которые начали эту перестрелку, занимались янтарным промыслом. По последним данным установлены личности 30 участников конфликта, шестеро задержаны. После этих кровавых событий прошли кадровые чистки. Был уволен зампрокурора Коростинской местной прокуратуры, заместитель начальника Олевского отделения и еще два руководителя местной полиции. Обыски сегодня проводили и в Белой церкви. Там следователи прокуратуры и СБУ изымали документы на местной теплоэлектростанции. Само предприятие принадлежит бизнесмену Константину Живаго. Оно продает тепло, электроэнергию белоцерковцам. Силовики подозревают, что менеджмент незаконно вывел и присвоил 170 миллионов гривен. Эти средства были заложены в тарифы для населения. По документам они должны были идти на реконструкцию котельных. Только на самом деле никаких работ не проводили, подозревают в прокуратуре. Деньги с предприятия выводились на протяжении пяти лет. Сейчас в этом заложены руководители низких предприятий, как и приватных, и предприятий, которые частково и государство финансировалось. Больше того, заложены и подлежные работники, которые проверяли выполнение работы, сколдали акты, ответственные были за их подписание. Проверяется причетность и других людей. Набу возбудило уголовное дело по резонансным заявлениям народного депутата Александра Онищенко. Об этом в интервью одному из изданий заявил глава антикоррупционного бюро Артем Сытник. По его словам, вся информация представляет особый интерес для следствия, поскольку в преступлениях, о которых говорит нардеп, он сам же и принимал участие. Однако Сытник говорит, что заявления Онищенко не содержат конкретики, и их очень трудно проверить, особенно с учетом того, что в отношении народных депутатов ограничена возможность проводить следствие. Беглого президента Януковича официально можно задержать. Теперь Печерский райсуд столицы удовлетворил просьбу стороны обвинения. Ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей было подано в рамках дела о незаконном завладении Межигорье. Еще одним постановлением суд также наложил арест на плавучий ресторан в бывшем имении Януковича. Напомню, обвинительный акт в деле о госизмене Виктора Януковича ГПУ обещает отправить в суд уже в этом месяце. В Румынии масштабные антикоррупционные протесты. На улице вышло четверть миллиона человек, митингующие возмущены изменениями в уголовном кодексе. По мнению протестующих, они позволят коррупционерам во власти избежать наказания. В Бухаресте мирный митинг вышел из-под контроля правоохранителей. Ультрасы бросали в полисменов камни и фаеры. Полиция арестовала несколько десятков демонстрантов. Волнения коснулись и самого правительства. Из-за несогласия с новой политикой в отставку подал министр торговли этой страны Флорин Джано. Изменения в уголовный кодекс, предложенный правительством Румынии, обсудили и в Европейской комиссии. То, что мы видим в Румынии в последние дни, вызывает большое беспокойство. Этот законопроект нельзя расценивать иначе, как шаг назад от прогресса, которого мы достигли в борьбе с коррупцией. Жесткая оптимизация, медицинская реформа, которая должна привести нас к достойной медицине, доводит людей до паники. Жители Одесской области уже почувствовали на себе ее результаты. Как реагируют те, кто уже успел столкнуться с нововведением, и что в ответ говорят те, кто выступают за. Подробнее в сюжете. В Савранский район местные жители в одну минуту остались без хирургического и родильного отделений. В центральной больнице их упразднили. Такова оптимизация в рамках реформы. На митинге люди возмущаются. Рожать или делать операции теперь придется ехать в соседние райцентры за 50 километров по бездорожью. Некоторые даже успели столкнуться с новыми порядками. Рядом альтернативный митинг, организованный чиновниками. Здесь те, кто за медицинскую реформу. Среди участников много бюджетников. Большинство говорить на камеру не хотят. Те же, кто согласился, утверждают. За качественной медпомощью местным жителям и раньше приходилось ездить в другие города. Главврач райбольницы объясняет, родильное и хирургическое отделение закрыли, потому что целый год он не мог найти анестезиолога. Мол, не хотят специалисты ехать в соврань. Слишком мало людей оперируются. В то же время мало операций проводят, потому что нет специалистов. Замкнутый круг получается. В принципе, да. Нет кадров и нет того объема, который должен быть. Это отделение, по сути, не работало. А вот бывший заведующий тем самым закрытым отделением утверждает, можно было найти и анестезиолога, и поднять местную хирургию на новый уровень. Просто делать этого почему-то никто не стал. Есть такое понятие распределения. Неужели нельзя найти анестезиолога у нас в области? На митингах, между тем, страсти накаляются до предела. Срывая голос, руководитель района обвиняет людей, которые выступают против нововведений в продажности. Дескать, их специально привезли провокаторы. Мы были сегодня, извините, в наших украинских местах стоят вопросы. И где война, они раскачивают ситуацию, темы медицины и проплачение отримуют за это. Кошты. Аньба! 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 Одесская область. Премьер Владимир Гройсман встретился с украинским ученым, чьи исследования мутаций внутри ДНК дадут возможность в недалеком будущем создать лекарства против рака. Ольге Броварец 29 лет. Она самый молодой доктор физико-математических наук Украины. Премьер-министр обсудил с ней ее открытие, а также необходимость реформирования отечественной науки. Таким образом, чтобы украинские ученые могли не только проводить исследования, но и обязательно внедрять их результаты в жизнь здесь, на родине. Мотивация для, в том числе и молодых ученых. То есть ты занимаешься какой-то разработкой, ты находишь решение, делаешь открытие. То есть дальше должна работать целый ланцог того, каким образом мы мотивуемся, что будет с этим дальше, и как мы это решение провожаем в реальное житие. Война за счетчик. В Черновцах уже второй месяц жители многоэтажки ведут борьбу с чиновниками за установление теплового счетчика. 20% стоимости прибора люди оплатили, а вот кто погасит остаток? С дырами в местном бюджете разбиралась Ольга Поломарек. Пенсионерка Тамара Федоровна с ужасом изучает коммунальные платежки. За двухкомнатную квартиру отдает треть пенсии. Я не укладываюсь. Я не укладываюсь. Очень тяжело прожить пенсионеру, и не только пенсионеру. Сэкономить можно. В горсовете женщине рекомендовали собрать соседей и сброситься на счетчик тепла. 20% всей суммы, это почти 8 тысяч гривен, люди собрали за неделю. Остальные 80, согласно государственной программе, должны были выделить из местного бюджета. Эту сумму мы разделили на два подъезда по 4 тысячи. Проплатил 8 грудня. 25 листопада я подал заяву в теплоэнерго. Установить счетчик тепла пообещали за месяц, но до сих пор монтажные работы так и не начались. Куда ушли наши деньги? Где наши деньги? Футболят от мужа к жене, от жене к сыну, и так футбольная команда во всех организациях. Почему? Подрядчик объясняет, во всем виноваты чиновники. 30 тысяч гривен из горбюджета частному предприятию так и не перечислили. Чиновники оправдываются. Проблема возникла из-за спешки. В городе так хотели успеть выполнить государственную программу, что счетчики монтировали даже ночью. За декабрь установили больше сотни приборов. И теперь на остальные работы просто денег нет. А вот эксперты уверены, таких случаев следовало ожидать и не только в Черновцах. Самая большая глупость, которую можно делать в этой ситуации, это заставлять людей за свой счет ставить счетчики. Это глупо, аморально, незаконно и противоречит любой логике. Я глубоко убежден, что ставить приборы учета должны предприятия, которые оказывают услуги. В этом Черновицком доме счетчик все-таки пообещали установить, правда, за средства подрядчика. Но вот получит ли он свою часть денег от городских властей? Главное, сколько еще таких случаев по всей Украине? Остается лишь догадываться. Ольга Поломарюк, Геннадий Вивденко, Игорь Рига. Подробности, телеканал Интер, Черновцы. Повышение тарифов влечет за собой подорожание продуктов питания. В этом месяце его хорошо ощутили на себе любители борща, в частности. Достигли украинский рынок дна. И как может измениться ситуация в ближайшем будущем в материале наших корреспондентов? Каждое утро Анатолий везет выращенные своими руками овощи за 200 километров от дома на оптовый рынок в Киев. И хотя транспортные расходы возросли, цены на свои продукты он держит до последнего. Картошка у него до 5 гривен за килограмм, а морковка 3,5. Мол, покупатели и так не налетают. Больше всего, что это только связано с морозами. С большими морозами мало приезжает товар. Вот такие есть подорожания. Сейчас только морозы спадет и цена стабилизуется. Я думаю, что она в районе 3-3,5 на картофель. У продавца по соседству розничные цены. Едва ли не в два раза выше. Картошка и морковка у нас по 7 гривен. Подпрыгнули цены и еще прыгают они кверху. Цитрусы подорожали. И картошка наша, отечественная наша морковка. Если с одной стороны фрукты мы понимаем, что поднялись, почему, потому что доллар, то возникают вопросы, почему поднимаются цены на самые обычные, вот такие вот, как мы покупаем. Это то, что производится в Украине. Стандартный борщевой набор подорожал на 12%. Если в прошлом месяце трехлитровая кастрюля главного первого блюда с мясом обходилась примерно в 48 гривен, то сейчас почти в 54. Все подорожало. А пенсии остались на месте. Готовлю борщ, тоже сейчас в два раза дороже. Мы закупаем овощи оптом. И я беру, а сейчас, естественно, другая совсем цена. Сейчас вообще не подойти. Ну, я думаю, что на гривен 20 точно, по сравнению с осенью. В январе цены на продукты питания бьют рекорды, заявляет директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Больше всего подорожал картофель на 16% или примерно на гривню за килограмм. Морковь на 9% или почти 40 копеек. Настолько же подорожали свекла и капуста. Дело в том, что из-за нашей разбалансированности экономики мы получили то, что в 2016 году овощи вес осенью дешевели, что абсолютно нетрадиционно. Поэтому сейчас цены начали расти. А кроме того, их стимулируют к росту очень большие платежки, которые мы, например, увидели у себя дома за отопление, за электричество. Вот точно такие же платежки приходят сейчас к предприятиям, в том числе к тем, которые занимаются хранением овощей. Кроме этого, выросли в цене говядина, хлеб и молочные продукты до 6%. Сейчас получается литр молока, как бы из Черныговской области, уже до 9 гривен доходит. И если килограмм бринза сделать надо 10 литров молока, это уже около 90 гривен получается. Ну, так и пока привезешь, ну, в расходе, понимаете. И поэтому самому доставка поднимается. И нам, само собой, чуть-чуть хочется какую-то десятку, пятерку заработать. Молочная продукция будет только дорожать, прогнозируют эксперты. А вот овощи прибавятся не по 5% ежемесячно. Но только до весны, когда на рынке появится ранее капуста, морковь, свекла. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». 30 миллионов долларов. Именно в такую сумму Минюст оценивает Лукьяновское СИЗО. Сегодня в ведомстве презентовали новую концепцию переноса временных следственных изоляторов Киева и Львова за пределы города. Объясняют это аварийным состоянием пенитенциарных учреждений. Столичное СИЗО планируют построить на территории действующей колонии возле Бучи. Львовское – на базе Лычаковского исправительного центра. Деньги из госказны обещают не брать. Вместо этого к строительству привлекут частный капитал. А взамен инвестор получит в аренду территорию, на которой расположена бывшая СИЗО. По договору участник сможет распоряжаться землей, как пожелает. Если говорить о Лукьяновском изоляторе, это 4 гектара в центре Киева. Ранее эксперты заявляли о том, что один из корпусов является историческим памятником. Продажа нет. Сначала инвестор строит, потом вводит в эксплуатацию, перевозит туда людей, и после этого ему в пользование отдаётся дельная. Это не означает, что инвестор, который прийдет, у него будет выбор оставить ее, разместить там социальный объект за желанием. Может, местная влада желает принять участь, и после построения новой установки за деньги местного бюджета забрать и сделать там музей. Срочно укрепить склоны мусорных гор на Грибовицкой свалке и откачать токсичные отходы из отстойника. Такую задачу поставил перед мэрией Львова вице-премьер Владимир Кистеон. Сегодня, по поручению Владимира Гройсмана, он провёл совещание с местными чиновниками. Начать работы должны уже через неделю. Чем будут укреплять этот полигон, пока не ясно. Напомню, по задумке садового, отходы в Грибовичах для предотвращения оползня должны были подпирать спрессованными в брикеты мусором. Но пока местные жители категорически против. Техническое решение, безусловно, самого схилу. Это полноважение и заведение безусловно Львовской муськой влады. Мы надеемся, что все службы залучат качественно эффективным, которые в Украине, чтобы регулировать данное вопрос. И не было беды. Посмотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Кому без виза, кому как украинские мечты о свободном въезде в ЕС стали грузинской реальностью? И когда наша очередь? Завтрак у Трампа. Что обсуждают на традиционном молитвенном завтраке в Вашингтоне? Грузия получила без виз с Европой. Украина все еще ждет. Европарламент сегодня проголосовал за либерализацию визового режима с Грузией. Заработает новая процедура ближе к марту. А вот в украинском вопросе точных дат пока нет. Когда же без виз в Европу смогут ездить и украинцы? Разбирался Алексей Пшемызский. Историческое решение. Так в Европарламенте назвали сегодняшнее голосование за либерализацию визового режима с Грузией. После непродолжительных дебатов за сказали беспрецедентное большинство депутатов, находящихся в зале 553 из 647. По словам европейцев, Грузия все требования Евросоюза выполнила. В первую очередь в том, что касается проведения реформ и борьбы с коррупцией. Власти Грузии очень старательно работали на тем, чтобы выполнить все требования для либерализации визового режима. И я бы хотел отметить приверженность грузинских властей данным обещанием. Однако, если мы будем сталкиваться с проблемами после принятия безвизового режима, на этот случай есть механизм его приостановки. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Далее откладывать это важное решение нельзя. Напомню, изначально здесь в Европе голосовать за безвиз для Украины и Грузии хотели вместе. Однако, после референдума в Нидерландах эти вопросы решили разделить. Формальные все требования Европы Киев также выполнил. Голосовать за безвиз для Украины тут должны были еще в декабре прошлого года. Однако, голосование перенесли на весну. По словам вице-спикера украинского парламента Ирины Герасченко, Украина следующая на безвиз на очереди. В том, что европейцы скажут Украине «да», уверены и местные журналисты. Вы следующие на очереди. У вас, конечно, есть все шансы на получение безвиза. Голосование в Европейском парламенте будет в апреле-майе. Процедура приостановки безвизового режима для Украины будет запущена в конце марта-начале апреля. После этого будет голосование на пленарном заседании в парламенте и Европейском совете. Такое же, как сегодня было по вопросам Грузии. Это означает, что безвиз для Украины стоит ожидать в мае, максимум в начале июня. Именно механизм приостановки безвиза был до последнего времени камнем преткновения для европейцев. Формально он дает Европе право временно возвращать визы в случае, например, наплыва беженцев или угрозы национальной безопасности. Сама процедура начнет действовать уже с марта. Именно тогда граждане Грузии, наконец, могут начать путешествовать в Европу безвиз. Но вот неформально здесь, в Европе, этот механизм называют своего рода кнутом, которым Европейский союз сможет контролировать выполнение Киевом реформ. Уже на следующей неделе сюда, в Брюссель, с визитом прибудет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. И, вероятно, тема выполнения реформ и борьбы с коррупцией станет одной из ключевых во время общения с европейскими депутатами. И, конечно же, накануне голосования за украинский безвиз весной. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Боевые инструкторы НАТО приступили к очередному раунду подготовки воинов ВСУ на Яваривском полигоне во Львовской области. Как проходили эти учения, узнаем от Галины Якушко. За этим шлагбаумом начинается территория Яваровского полигона. Именно сюда прибыли 300 военных из НАТО. Они будут обучать наших бойцов по натовским стандартам. Литовцы, поляки, британцы и американцы стоят на плацу рядом с украинцами. Над полигоном ветер развивает флаги стран Альянса. 45-я пехотная бригада Национальной гвардии США торжественно разворачивает знамя. Своих соотечественников специально приехала поприветствовать Мария Иванович, американский посол в Украине. Для этих людей Яваровский полигон на полгода станет вторым домом, говорит Иванович. Вспоминает и об Авдеевке. Эти дни очень важны для нас. Сейчас идут бои под Авдеевкой. В городе гуманитарная катастрофа. Все мы будем прилагать усилия для обеспечения свободы и мира в Украине. В этом году подготовку должны пройти бойцы четырех украинских батальонов. Их будут обучать военной медицине, тактике и стратегии ведения боя. Такие навыки пригодятся в зоне проведения АТО. Досвид, который мы получаем от партнеров, он опыт другого уровня. Поэтому, однозначно, да, и однозначно, эти подразделения, которые были подготовлены за допомогой инструкторов, они имеют уровень подготовки достаточно высокий. Ну, не буду сказать, насколько высший, но, естественно, высший. Анатолий недавно вернулся из зоны АТО. Он уверен, у военных НАТО есть чему поучиться. Мы вытачиваем навыков в медицине, самому себе надавать первую медичную помощь. Но тут все рассказывают, показывают и научимся. Такие учения инструкторы Альянса проводят для украинских военных не впервые. В прошлом году подготовку прошли пять батальонов Вооруженных сил Украины и три батальона Национальной Гвардии. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовская область. В Украине возможен референдум относительно вступления в НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию сообщил президент Петр Порошенко. В качестве аргумента он привел результаты соцопроса. Если четыре года назад вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживали 16% граждан, то сейчас больше половины. Если украинцы проголосуют за, президент пообещал сделать все возможное, чтобы достичь членства в НАТО. Но так ли это будет просто и насколько актуален сейчас подобный референдум, мы попросили прокомментировать экспертов. И вот их мнение. Вот это заявление свидетельствует о том, что в воздухе витает запах выборов, запах готовящейся в кампании по переизбранию президента на второй срок. Потому что иначе, чем политической конъюнктурой, объяснить это заявление невозможно. Политика должна стоять ногами на твердой почве. А результаты референдума, даже если 100% украинцев проголосуют за вступление НАТО, это слишком слабый аргумент для НАТО относительно приема в Украину. Референдум коштует грошей. Коштует среднюю выбору в Украине для государства. Обходится в один миллиард гривен. Причем мы отримываем в любом разе результат, который неможливо имплементовать. Нам в НАТО давно уже сказали, что они не разглядают Украину не то, что членом НАТО, но даже кандидатом в кандидаты НАТО на сегодня. И поэтому с самого начала этот процесс не имеет юридичного сенсу. Больше того, в НАТО не принимают страны с невырешенными территориальными спорами. Это, с одного боку, отвлекание общества от более сложных политических проблем. Это, возможно, элемент тиска и определенных торгов с Европой, с другой стороны, и даже с Кремлем. На заявление президента относительно референдума о вступлении Украины в НАТО уже отреагировал оппозиционный блок. Пресс-служба этой политсилы отмечает, идти на такой шаг можно только после полного восстановления мира в стране. По мнению оппозиционеров, проведение референдума в нынешних условиях только усложнит ситуацию на востоке Украины. Утро с президентом. Дональд Трамп провел свой первый молитвенный завтрак в Вашингтоне. Миротприятие, в котором вот уже полвека участвует каждый американский президент. О чем говорили и кто из украинцев был там замечен, узнаем от Дмитрия Анопченко. Они начали приходить еще затемно. Гости из более чем ста стран, парламентарии, политики, священнослужители. В 50-х годах прошлого века, еще при президенте из Инхаури. И появилась традиция в первый четверг февраля собираться всем вместе, чтобы позавтракать, помолиться и поговорить. Неформально, без протокола и условностей. Вначале было до сотни участников. Сегодня на первом завтраке с Трампом уже свыше трех тысяч гостей. Для всех равные условия. В столичный отель, где проходит завтрак, все они. И приезжие, и сенаторы, и члены королевских фамилий идут пешком. Право подъехать есть только у президента и вице-президента. Что скажет Дональд Трамп, интересовало всех. У его предчастников были абсолютно разные речи. И талантливые, и философские, и пустые, формальные. Когда прессе даже цитаты не выбрать. Новый американский президент свое выступление начал очень нестандартно. С месседжей, которые близки каждому. И неважно, поддерживали они демократов или республиканцев. Сказал, что богатые тоже плачут. Что миллиарды не обязательно делают счастливым. Что в жизни есть куда более важные вещи, чем бизнес и даже чем политика. Я знаю так много людей, достигших материального успеха. И очень многие из них настолько несчастны. Я знаю так много людей, у которых этого нет. Но зато есть прекрасные семьи. У них нет огромных состояний, но они счастливы. Ну и разумеется, говорил Трамп о политике. А точнее о принципах, которых он намерен придерживаться, будучи президентом Соединенных Штатов. И намекнул, выберет жесткий курс. Поверьте, когда вы услышите о моих резких разговорах с политиками, не стоит беспокоиться. Вот не беспокойтесь. Сейчас время быть резким. Я должен быть резким, друзья. Гостей на молитвенном завтраке много. И традиционно приезжает большая украинская делегация. Уже который год мы насчитали порядка 70 человек. Много громких фамилий, много узнаваемых лиц. От Юлии Тимошенко до антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. И понятно, что приезжают все они не только и не столько ради завтрака. До и после него у всех много официальных встреч. Народный депутат Юлия Левочкина рассказала нам, к примеру, что накануне у украинских парламентариев был очень откровенный разговор в Госдепартаменте. А участие в завтраке с президентом – это скорее возможность понять настроение в Вашингтоне и поговорить неформально с самыми разными людьми. Вместе с Валитвой прозвучали основные программные постулаты президента. Мне понравилось выступление. Очень мощным было выступление священника. Это была проповедь, от которой шли мурашки по коже. Я видела людей, мужчин и женщин, которые плакали. Я была несколько раз на завтраке с президентом Обамой. До этого мне не посчастливилось быть, но этот завтрак, он отличается тем, что люди с надеждой и с вдохновением. Вот это чувствовалось в атмосфере, в зале, в глазах, в сердцах, за столом. Ну, что-то невероятное. Многие украинские политики сегодня еще останутся в американской столице, чтобы провести последние встречи. В том числе, возможно, и с теми, с кем они познакомились на завтраке у Трампа. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Зеленый свет для обладателей грин-карт. В США разрешили въезд в страну всем легальным постоянным резидентам. Соответствующие уточнения внесли в инструкции по выполнению указа президента Трампа об ограничении миграции. В предыдущей редакции держателям грин-карт из мусульманских стран, которые попали под указ, тоже запрещалось пребывание в Штатах. Хотя фактически наличие такого документа разрешает постоянно проживать в Соединенных Штатах. Теперь же грин-картовцы могут свободно пересекать границу. Напомню, ранее Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в страну и заморозил на 120 дней программу приема беженцев из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Это повлекло за собой массовые акции протеста. Начало положено, но конца края не видать. Это о Брекзите. Великобритания спешит выйти из состава Евросоюза и уже делает первые шаги. Но кто вставляет ей палки в колеса? Узнаем от нашего Сапкора в Лондоне Оксаны Кундеренко. Свершилось. Брекзиту дан старт и процесс уже не остановить. Депутаты Палаты общин с большим перевесом проголосовали за и разрешили правительству запустить процедуру выхода из ЕС. В зале Палаты общин не протолкнуться. Даже молодые мамы-депутаты вышли из декрета, чтобы принять участие в историческом голосовании. Достопочтенная леди, не стесняйтесь, пусть маленький ребенок заходит. Поле изъявления было открытым, все формальности и, главное, церемониал соблюдены. Голоса «за» справа 498, голоса «против» слева 114. Теперь на рассмотрении парламентариев «Белая книга», черновик соглашения с ЕС, в который очень многие стремятся внести поправки. «Белая книга» предполагает разработку абсолютно новых отдельных законодательных актов относительно работы таможни и миграционных служб. Мы надеемся, что это поможет нам безболезненно выйти из ЕС, а не сорваться со скалы. В основе представленного министром документа 12 пунктов. От контроля за границами и регулирования потока мигрантов из ЕС до новых торговых соглашений с каждой отдельной страной. Правда, вмешаться в переговоры с Брюсселем может Европейский суд. Проект соглашения между Британией и ЕС рано или поздно окажется в нашем суде. Не потому, что мы сами того хотим, а потому, что политические партии будут на этом настаивать. До конца марта кабинет Терезе Мэй приведет в действие статью 50 Лиссабонского договора. То есть, наконец, начнет формальную процедуру Брекзита. Сам развод с Европой займет как минимум два года. А может и затянуться из-за судебных тяжб. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Израиле завершается эвакуация поселения ОМОНа. Согласно решению Верховного суда, этот поселок был построен на частных палестинских землях. А потому должен быть снесен. Поселенцы оказали властям сопротивление, несмотря на то, что эвакуированным обещают новые дома. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Это кадры 2006 года. Первая эвакуация поселения ОМОНа. Разрушенные дома, штурм поселка полицейским спецназом. Спустя 10 лет трагедия повторяется. В соответствии с решением Верховного суда, поселение должно быть разрушено. ОМОНа небольшое поселение в Иудее, в котором живут, точнее уже жили около 200 человек. При поддержке левых пропалестинских организаций, несколько арабских семей обратились в Верховный суд с требованием снести поселок, который стоит на их частных землях. После долгих разбирательств суд постановил ОМОНу эвакуировать. Все попытки правительства помешать этому не удались. Верховный суд в Израиле совершенно независим от других ветвей власти. Мы все разделяем боль тех семей, которые заставили покинуть свои дома, и которые вынуждены разрушить свою жизнь. Мы понимаем, насколько велика эта боль. Но мы страна закона и вынуждены подчиняться решению суда. Но мы создадим новое поселение на наших землях. Но жители ОМОНа без боя сдаваться не собирались. Поселенцев, то есть тех, кто живет на палестинских территориях, около полумиллиона, и сотни прибыли в ОМОНу, чтобы помешать выселению. Около трех тысяч солдат и полицейских прибыли в ОМОНу для проведения эвакуации. У нас приказ действовать как можно осторожнее, чтобы избегать инцидентов. Сейчас наша задача эвакуировать здание синагоги, где забаррикадировалось около сотни молодых людей. Поселенцы воспринимают все происходящее как предательство, хотя бы потому, что в свое время именно государство Израиль в лице многочисленных министров призывало их селиться на этой территории. Государство поддержало это начинание. Провело туда все коммуникации, электричество, воду, интернет, телефон. Потом, к сожалению, оказалось, якобы, и это тоже факт до конца непроверенный, что это якобы частная арабская земля. Большинство жителей ОМОН и переживающих уже не первую эвакуацию в своей жизни предпочли уехать добровольно. Все они получат компенсацию. Помимо всех прочих обстоятельств, выселение поселка ОМОН отличная иллюстрация к тому, возможно ли для Израиля вообще отступление к границам 67-го года. Выселение маленького поселка, в котором жило всего 200 человек, обойдется в астрономическую сумму почти в 70 миллионов долларов. Эвакуация полумиллиона человек, которые сейчас живут в этих еврейских поселениях на так называемых оккупированных территориях, будет сопоставима с величиной всего государственного бюджета. В качестве утешения правительство предлагает резко расширить строительство на территориях. Уже утвержден план возведения трех тысяч домов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Кому достанется личный телефон Гитлера? За что за неопознанный летающий объект увидели прямо над штаб-квартирой НАСА? И что в этом году померещилось американскому сурку-метеорологу? Об этом не только в нашем обзоре. Личный телефон Адольфа Гитлера пустят с молотка в США. Аукцион состоится 19 февраля. Стартовая цена лота 200 тысяч долларов. Телефон Сименс был подарком Вермахта. В 1945-м советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали британскому офицеру. Его семья хранила аппарат более 70 лет. Аукционный дом описывает лот как оружие, лишившее жизни миллионы людей по всему миру. Что же это? НЛО или розыгрыш? Летающая тарелка возле штаб-квартиры НАСА взорвала интернет. Неопознанный летающий объект обнаружили при помощи программы Google Earth. На кадрах видеозаписи, которая попала в сеть, видно, как предмет, похожий на летающую тарелку, лежит на парковке за зданием. Интернет-пользователи теперь гадают, что это на самом деле. Некоторые считают, что это пристройка, другие, что розыгрыш. Робот-летучая мышь. Чудо-техники под названием BadBot создали американские ученые. Размах крыльев робота 50 сантиметров, а вес всего 93 грамма. Он может имитировать полет летучих мышей, парить и пикировать. Создатели утверждают, что такой робот способен выполнять более сложные операции, чем любой другой беспилотник. Он маневреннее и не получает повреждений при столкновении с препятствиями. Изобретение можно использовать в поисковых операциях. Американская певица Бейонс беременна двойней. Радостной новостью поп-звезда поделилась в своем инстаграме, где она опубликовала фото и подписала. Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. У певицы уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара вместе с 2002 года. Официально они оформили свои отношения в 2008. В Японии появились шоколадные суши. Сладкие роллы готовят из воздушного риса, белого шоколада и карамели. В некоторое добавляют васаби. Всего в меню суши десертов три вида. Несмотря на то, что в них добавляют шоколад со вкусом малины, дыни и арбуза, их названия не имеют ничего общего со сладостями. Как раз наоборот. Больше напоминают традиционные роллы. Цена набора из трех сладких суши составляет 27 долларов. Змея застряла в ухе у своей хозяйки. В американском городе Портленд питон по имени Бартон случайно залез в серьгу тоннель. Девушка вначале сочла это забавным и начала выкладывать фото с питомцем в ухе в соцсети. Но вскоре поняла, что Бартон застрял и не может выбраться. В таком виде девушке пришлось ехать к врачам. Медики заморозили ухо и при помощи специальных инструментов растянули мочку и вытащили питона. Весна откладывается в этом году. Знаменитый сурок Фил из американского города Панксатони не увидел свою тень. Это значит, что зима продлится еще шесть недель. С ним оказался солидарен и украинский сурок Тимка, который тоже предрек позднюю весну. Традиция предсказывать погоду по поведению животного появилась еще в Древнем Риме. Только там метеорологом был еж. Соответственно и праздник назывался День ежа. Завтра пятница и в этой студии будет работать мой коллега Алексей Лихман. Он расскажет вам о последних главных новостях и проведет политическое ток-шоу «Черное зеркало». А я прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин